Слава Украине! Привет всем от Полонского! Хочу вам рассказать, как исчезают российские российские чмобики. Причем даже не от того, что их наши у Кондропупеля нет. Просто исчезают, потому что их нигде не учитывают. Значит, я сейчас на телеграм-канале на телеграм-канале вывесил видео очень интересное, где жонка чмобика или мамашка его, не столь важно. Не, жонка такие, да. Она сильно возмущается, что Ваньку отослала, а денег нет и не обещает. А все потому, что документов на Ваньку нет отслов. Вообще никаких. Нигде, ни у кого. И вот тут мы подходим к тому кидолову грандиозному, которое там происходит у них. Значит, что получается? Смотрите. Они мобилизуют там, пускай там 300 тысяч. Не знаю, сколько они их там мобилизировали, но большое количество этих чмобиков. И каждому уж пообещали приличные деньги. Но сами прекрасно понимаете, в бюджете таких денег у них йог. То бишь, нет. Что делать? Значит, в какой-то части мобилизированных и у кондропупленных деньги они тогда платят. Но это может быть процентов ну может 10, ну может 20. Вот где-то так. Чтобы вы понимали. С остальными происходит метаморфозы. Ну, я даже сейчас не о тех говорю, кто кого не вынесли с поля боя. Таких моли. Таких, кстати, большинство. В результате они там где-то собаки-волки их сожрали. Этим все закончилось. И еноты. Вот. Об этих я не говорю. Потому что там понятно. Там нету тела, нету дела. А у них есть еще прекрасный такой кидок при помощи документов. Отсутствие. Точнее, отсутствие он их. Вот что получается. Даже если чмобик жив. Что они делают? Они делают довольно просто. Они его сначала несколько раз пересылают между различными войсковыми частями на территории самой фашистской федерации. Причем, как правило, уже в этот момент где-то там теряются его документы. Единственное, что у него остается это военный билет, в котором уже нету реальной печати, реальной части, где он находится. То есть его просто их там по головам посчитали. Мне 15 штук туда-то отправить. Их 15 штук отправили, даже не зная фамилии, кого они отправили. Дальше одного из них, точнее, не одного из них, их всех, иногда по всех вместе, иногда там поштучно, передают в различные части уже на территории так называемых бантустанов ДНР и ЛНР. И там у них забирают последний документ, который у них был. Это военный билет и все. Чувака не существует. То есть его документы утеряны где-то еще между двумя-тремя частями там на Российской Федерации. Последнее, что у него было, это военный билет. У него забирают в ДНР и чувака тупо вообще нет. Ему, естественно, он не проходит ни по каким бумагам, его не ставят на довольствие. Естественно, не приходят никакие ни зарплата, ни гробовые в случае чего, ничего. Просто потому, что чувака тупо нет. И вот таких вот, вот если таких брать, а также тех, кого тупо не вынесли с поля боя и их там сожрали койоты, грубо говоря, вот таких процентов 80. То есть им тупо не платят деньги, их тупо кидают. А учитывая то, что все они поголовно поперли в армию в основном за деньгами, потому что на России работы нет, сейчас все разорилось, все там идет ковардаком, они пошли за деньгами, а мамкишонки ни копеек не получают. Они приходят в военкомат, а там говорят, а на вашего мы вообще не знаем кто это такой. Мы не знаем кто это такой, кому интересно что они там трындят по телефону между собой, вы можете послушать перехват ГУР, как обычно, в описании к данному ролику. Переходите, слушайте, получите самое настоящее удовольствие, потому что вот Бог шельму метит. Вот все правильно, все таки должно с ними происходить. Слава Украине!